Привет! Привет! Так, сейчас подождем, пока у нас люди подойдут, ну, или нас будут смотреть в записи. Слушай, а нравится тебе мальчик какой-нибудь? Ой, это, да, такой мальчик в третьем классе. А ты в каком? Я в четвертом. А он в пятом, постарше чуть-чуть? Нет, он в третьем. А он в третьем? Да, ну, у него такие же лет, такой же 9 лет. Да, 9 лет. Ага, то есть вы ровесники? Да. А он знает, что он тебе нравится? Ну, я еще это не знаю, я иногда смотрю на него, но иногда нет. То есть он не очень знает, что он тебе нравится? Слушай, а он испанец? Ну, он темненький или он светленький? Ну, ой, ну, как ты, немножечко. А я светленькая или темненькая? Ну, немножко темненькая ты. А, все-таки я темненькая, но не такая беленькая, как ты, потому что ты вообще супер-блондинка. Ну, слушай, а вот как вот, что тебе в нем нравится? То есть как ты это определила, вот что он тебе нравится? Ну, он очень спортивный. Я не знаю, какие у него оценки, но я думаю, что умный. Слушай, Вика, надо было сначала оценки, можешь проверить. Или лучше? Нет. Нет, а то вдруг он не умный. Слушай, ну, а спортивный, ты говоришь, то есть у него фигура красивая? Ну, он много спортом занимается. В 9 лет-то? Да. Ух ты. Я тоже, я умею теннис, балет, ну, волейбол, много спорта. То есть ты у нас спорт, то есть вот такое новое поколение у нас. Ну, спорт это вообще важно? Да, конечно. Правда? Да. Чего себе, слушай. Учеба. А ты на диете не сидишь случайно? А? На диете не сидишь случайно? Нет пока? Ой, не могу. Слушай, ну здорово. А на балет ты ходишь в кружок какой-то? Ну, то есть... Ну, я раньше ходила. А сейчас? Теперь не очень. Не очень? Немного. Времени не хватает? Да, очень поздно, уроки нету времени. А на личную жизнь? Что это значит? Что это значит? Ну, встречаться с друзьями, куда-то ходить. Вы вот как-то это проводите? Да, у меня есть время субботы-воскресенья, вот это каникулы. Угу, сейчас каникулы у нас. Да. Ну, слушай, здорово, наверное. Да. Ой, звучит. Нам привезли вкусную еду. Да, нам сейчас покажем вкусную еду. Ну, подожди чуть-чуть, сейчас мы поговорим. Я не могу. Ну, давай кушай, я тебя буду так снимать. Нет. Нет, мы можем есть вкусно. А ты сможешь вот так на весу? Или мы вот сделаем вот так с тобой? Как тебе удобно? Нет, тогда свет. Видишь, тогда мы потеряли свет. Да, так лучше. Потому что мы должны за светом. Мы же с тобой прочти профессиональные актеры. Ну, готовимся во всяком случае. Мы должны понимать, где у нас свет. То есть тем более, да. Потому что если лицо будет в темноте, то нашим зрителям нас будет потом плохо видно, правда? Да. Ну вот, хорошо. Ну, расскажи ещё про... Как мальчик твоего зовут? Его зовут Хави. Хави? Да. Слушай, а вот как обозначить... Ну, когда люди взрослые, да, взрослые, они знают, как сказать друг другу, что там они друг другу нравятся. А как дети это должны делать? Ну, иногда дети, ещё такое выражение в Испании, кто дрётся, себя любят. В России тоже бьёт, значит любит. Да, а иногда можно узнать, что они смотрят, потом сразу уходят куда-то с подружками, ну, что на него не хотят смотреть. Так тоже можно. А, то есть делать вид, что ты его не замечаешь. Да. И так иногда... Срабатывает. Да. А ты что ждёшь? Вот какой он должен шаг совершить навстречу к тебе? Вот ты сама ему скажешь, например? Ну, я его видела в такое место, мы играли в шахматы. О! Да, тренировки, мы, ну, компетиссион, да. Соревнования. Соревнования, играли, и там были много людей, и он пришёл. Я не могла поверить, я всегда пряталась. Да ты чё? То есть это эмоции такие? Да. Слушай, ну, а вот у вас уже кто-нибудь, девочки, встречаются с мамой? Ну, есть так пары, типа, как бы, ну, вот, или это ещё рано? Ну, в школе, да, есть пары. У меня в классе уже есть одна. Есть пары, потому что я просто забыла, честно сказать, во сколько мы начинаем встречаться. Я начала в 7 лет, этот мальчик, меня любили, я его тоже. Ух ты, Лёв. И я говорила маме, папе, он был мой жених, и потом мы расстались. Вы расстались? То есть вы были прям общие, он тоже знал, ну, то есть он тоже... Да, и теперь я думаю, что он думает, что я его не люблю. Бог мой, а ты его любишь? Да. Да подожди, ты же Хави любишь, как? Да, это он. А, так это он и... так это вы с ним ещё в 7 лет встречались? Да. А потом, типа, расстались? Да. Только у тебя не прошло, а он... а он? А вот я не знаю. Блин, что делать, ну, делай. Вика, что делать? Что надо как-то это само обозначить, если любовь-то? Да, и теперь мне нравится другой мальчик, он у меня в классе, тоже зовут его Хави. Вика, ты ветренная особа, я тебе скажу, вообще так-то между нами девочками, ты ветренная девушка. Да, и я думаю, что он тоже меня любит. Ты моя золотая девочка. А еще. Слушай, мне кажется, это нормально, да? Ну, да. Ну, правильно, я тоже молодец, у тебя все нормально по-женски. То есть, и чего, как будем определяться-то, кому будем... Вот смотри, в Испании как? Ты должна сказать мальчику, что он тебе нравится, или ты подождешь, пока он тебе скажет, что ты ему нравишься? Как в Испании вообще нормально? Не знаю, кто хочет. У нас в классе есть еще такая девочка-мальчика, моя любимая подружка Нуа, и такой мальчик Чема, она... Нуа любит Чему, и они дерутся иногда, но я думаю, что они себя любят. Ага, то есть у них такая любовь. Да, и Ноа, когда... где-то, когда начались классы, она... она спросила, чему, если... ну, если хочет быть ее женой. М-м-м, прикольно, слушай. Да, и он... и он... она сказала, что Чема побежал сразу, а если куда-то не знать куда... Окей, слушай, прикольно, да? Да, ну, и они еще... мне нету женых, ну... Вика, а ты была в России? Да. Где? Ну, в Москве. В Москве была, да? Да, с бабушкой. А с бабушкой мамой или с бабушкой папой? С бабушкой мамой и с бабушкой папой. А родители у тебя испанцы? Нет, русские. Обе? Оба? Да. Ну, отлично. То есть у тебя русские родители, русские корни, но менталитет немножко испанский, потому что ты тут родилась? Да. Да? Ну, круто. А ты бы хотела жить в России? Ну, я это еще не знаю. Я очень-очень люблю Испанию, мне нравится. Очень хорошо. А что тебе больше всего здесь нравится? Так, на вскидку, то есть так, не думая. Вот что тебе... вот смотри, например, ты бы уехала в другую страну вообще. Вот вообще, раз сейчас перенести тебя на планету другую, на Луну, например, вот что бы тебе не хватало, вот из испанского колорита, вот о чем бы ты... Ну, вот первое, что на ум приходит, что тебе нравится в Испании? Миш, привет. Ну, здесь очень много травы, все зеленое, хороший воздух, что здесь еще? Красивые дома. Ну, ладно, без домов-то прожить можно, а вот для тебя лично, вот как для Виктории, для девочки. Ну, что здесь очень зеленое, все красивые цвета, такие красивые виды, море очень красивое, тепло здесь, ну, здесь все хорошо. Мы с бабушкой летом всегда-сегда-сегда купаемся вместе. Здорово. Ну, а по друзьям бы ты скучала? Да. Да? А по испанскому языку, вот, например, если тебе не говорить на испанском, вот, допустим, тебе запретили говорить на испанском языке, ты бы пожалела? Да. Да? Ну, нет, никто не запретит, плакать-то не начинает, а то сейчас заплатишь. Да, вон, народ, видишь, пишет, море, море, всем хочется море, а оно у нас, вон оно есть, смотрите, вон оно море, а вон видно, видишь, мы, если я поднимаю, да, приезжайте, приезжайте, да. Слушай, замечательно, вот я Виктории не задала раньше ни одного вопроса, то есть вот сейчас все, что она говорит, она импровизирует совершенно спокойно, на камеру, и мне кажется, что у тебя большие таланты, ну, во всяком случае, тебя интервировать одно удовольствие, у взрослых так не получается. Вот мы вчера с художником общались, вот если, ребят, вы видели наше предыдущее, так, у нас Аболк, Абское, Абское море только, ну вот, а у нас Средиземное только, у нас тоже их не так много, да, или у нас два моря? У нас очень много. Морей? У нас океан. Ну, у нас Атлантический океан, точно. Да. Ладно, моя золотая, ребят, сейчас мы будем пить чай, а потом вернемся, потому что, ну, приятно поговорить с Викой, конечно, обалдеть. Спасибо. Ты будешь у меня штатным интервьюстом, ты будешь экспертом по Испании с 9-летним опытом, то есть у меня 18-летний опыт жизни в Испании, а у тебя 9-летний. Просто я-то здесь не родилась, а ты родилась, представляешь, мы с тобой можем записывать очень интересные интервью, когда ты не в школе. Да, а так бы еще интересно вы в школе с тобой поговорить. Все, ребят, мы с вами... Ты можешь приходить. Ну, спасибо, дорогая, спасибо. То есть все, мы с вами сейчас заканчиваем. Я думаю, вам понравилось. Если понравилось, поставьте эти самые, как они, сердечки, Вики. Вон кошечки. Ну, кошечки. Ой, смотри, это тебе. Еще, 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 еще. Поставьте сердечки. Ой, Вика, это тебе как спасибо, да, за то, что ты очень хорошо провела интервью. Я думаю, откуда ты, сердечки? Ну, это потому, что тебя слушают люди, вот они тебя сейчас слушают и ставят тебе сердечки, видишь? Это для Вики, все сердечки для Вики, правда? Да. Вот. Довольна? Ну, все, следующее интервью, ну, посмотрим, потому что сейчас мы попьем чай, еще пообщаемся. Потрясающий, конечно, человек, 9-летний человек. Все, отключаюсь. Пока-пока. Ой, ты моя сладкая, ну-ка еще раз. А еще за сердечко. Муа. Ах, смотри, смотри, у тебя сердечки, ну-ка еще сделай. Мама. Все, мы напали на шквал сердечек. Я теперь знаю, как повысить рейтинг канала через сердечки. Мишань, спасибо тебе большое. Все, отключаюсь, встретимся чуть-чуть попозже. Пока. 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 Субтитры подогнал «Симон»